в пермском крае подростка открыл стрельбу в школе в общем теперь дна я так понимаю дуют на молоке обжегшись на воду огонь открыл один из учеников он задержан инцидент произошел в поселке санс на юге пермского края стреляющего оказался 12-летний школьник успел два раза выстрелить из карабина сайга серьезное оружие после чего его задержали офигеть нормально вроде никого не поранил ну мы говорим о том что и не только мы говорим это практика показывает что когда начинаются такие пострелушки такие события то у всех у кого психка неустойчивая до возникают какие-то всплески там да в голове где-то может быть еще в каком-то месте сын российского депутата устроил стрельбу возле техникума в свердловской области выстрелил возле здания ну то есть это уже ведь идет по вами каждый день кто-то куда-то стреляет мать отравившись подмосковной школе ребенка рассказала случившимся солнечногорске был каждый день мы слышим что дети травятся жертвами отравления паленым алкоголем в екатеринбурге стали 18 человек обратите внимание это не екатеринбург там уже 30 с лишним там вот 34 сейчас не знаю сколько а здесь 18 это же метанол то есть роду не было метанола во всех этих жидкостях теперь он есть и теперь люди травятся что такое то есть это зачистка населения геноцид посмотрите сколько людей отравился уже за этот год безумное количество просто в якутии пациент устроил резьбу резню в диспансере то есть он какой-то прокопий трофимов прокопий трофимов 47 лет убил зарезал одного пациента который спал потом еще троих тяжело ранил спящим то и рассказывают что это произошло потому что он проигрался в карте я уж не знаю на какое там место он играл но как-то странно это представить проигрался в карте г-ты психанул но я понимаю так проигрался психанул это состояние внезапно возникшего сильного душевного волнения выиграл сама его попрекал и так далее но эти люди спали то есть это проигрался пошел перекурил ну блин я проигрался они там спят пойду-ка зарежу так не бывает их херня какая-то но я так понимаю что это какой-то не совсем здоровый человек психически поскольку он наркоман и прочего пусть разбираются судебные психиатры но я думаю что он меня вот у меня ощущение такой судей потому что я прочитал я думаю что меняем простого козел в фильме пациента травмпункта устроили драку со стрельбой видите как здорово то есть они уже попали побитые хотел по другому сказать в травмпункт и им этого оказалось мало они там еще по стрелушке внутри устроились добивать решили друг друга в одном из московских домов упал лифт но лифты в россии падают каждый день пачками просто друг за другом такое ощущение что это я не знаю просто поветрие какое-то да россия накусил врача скорой помощи в москве ну сразу антирабическую сыворотку надо делать в таких случаях два ребенка пропали в красноярском крае двое пропавших одиннадцатилетних девочек во мужской области подростки подожгли памятник ветеранам великой отечественной войны я вот удивляюсь как можно поджечь памятник ветеранам то там солдату какому-то неизвестному сожгли памятник помните они сейчас памятники эти делают из пластика внутри какая-то арматурина проволочная и пластик и поэтому ну как бы сам бог велел такие памятники поджигать это разве памятник это говно если бы они сделали памятник как положено да то его никто сжечь не смог подозреваемого в убийстве девочки волокти нашли в подъезде с передозировкой какую-то значит даму подозревают что она убил девочку а сама психически больная кроме всего наркоша да жуть вот какой тут детектор лжит зачем он тут нужно детектор уже то есть тут необходим безопасность детей обеспечить как они могут безопасность обеспечить никак вот эти бастры кин и там бортниковый кальт как его там колокольцев и вся остальная шоу никак не могут обеспечить вас никак они должны пойти нахер хотя бы из-за одного такого случая таких случаях там десятки тысяч я уже не говорю брату что они просто находится власть абсолютно незаконно дают этот народ и рассказывают какой он черствый стал этот народ в россии завели уголовное дело из-за смерти солдат срочника в урманской области то есть ну раз в неделю точно по одному срочнику а представляете этих срочников там сколько 140 тысяч да служит там а ну это за один призыв на один призыв больше там что-то 140 призывает другой меньше ну там 200 с чем-то тысяч служит вот каждую неделю обязательно какой-то срочник гибнет устроивший стрельбу в школе пермского края школьника обследует психиатры накануне 15 октября но это уж не накануне в новоуральске погиб 62-летний рабочий на территории 2 промплощадки то есть засыпало тоже практически каждый день засыпает новых и новых если вышли в атаку она и навстречу зюганов муратов и шиндорович и вы кого пристрелили никого я уверен что из этих людей никто никогда не взял в руки оружие а безоружного чуваки об никогда не пристрелил нахер они мне нужны так что это бессмысленный вопрос они не взяли бы в руки оружие ни тот ни другой ни третий это не боится это так я бы сказал здесь меня забанят на бастюр не могу сказать чуть такое не знаю не знаю не знаю не знаю Продолжение следует...